Сетевые протоколы в линукс Здравствуйте! Мне говорят, что я в эфире. У нас сегодня очередная встреча в разговорах про сетевые протоколы в линукс. И мы с вами перебираемся, начинаем разбирать их по уровню. Надо сказать, что сегодня я буду очень редко подглядывать в чатик ютубный. Не обижайтесь, возможно, если я не отреагирую срочно на какие-то вещи. Значит, сегодня у нас разговор о несуществующем физическом уровне. Мы уже в прошлый раз обсуждали вопрос, что у Тененбауна уровней сетевых протоколов было 5. А потом их как-то внезапно сократилось до 4. Значит, почему физический уровень так малоразличим? Потому что с точки зрения программного управления, почти никогда мы с ним дел не имеем. То есть с форматом проводов, с форматом кодирования сигнала в этих проводах, ну или не проводов, там, не знаю, голубей, вай-фая, неважно. С этим всем, как правило, мы не имеем никакого дела, когда организуем сеть. Это все за нас делают устройства наши сетевые. И, как правило, это неуправляемо. Ну не можем же мы программным образом изменить толщину провод. Поэтому разговор про вот этот самый аппаратный уровень у нас будет довольно коротким, зато мы побольше поговорим про виртулбокс и про все такое, что с ним связано, как делать домашние задания. Вот тут прям целый кусок лекции будет про то, как делать домашние задания. Сразу скажу, что я знаю проблемы у людей, у которых маки современные, которые на М1 процессоре, что там вообще-то виртулбокс не работает совсем. Точнее он работает, но ему не работает наша виртуалочка. Вот. Я планирую на этой неделе сделать, попробовать сделать образ так же и на базе архитектуры ARM64. И если получится, тогда вот в маке придется запускать другую виртуалку. Ну вот. Поэтому мы просто немножко поговорим про... Помним, что у нас есть два уровня. На каждом уровне у нас есть две задачи. Ну, по крайней мере, я так это представил на прошлой лекции, видите. И на аппаратном уровне у нас есть задача параметра самого носителя, то есть, каковы физические характеристики того, почему мы собираемся передавать данные. И вторая задача – это как, собственно, организовать эти данные, как их кодировать, как их представлять, что мы считаем данными, передаваемыми на данный носитель. Значит, попробуем это сделать на примере... Да, конечно. Именно поэтому, поскольку среда передачи накладывает ограничения на то, какой формат, собственно, самой передачи, именно поэтому эту задачу нужно решить до того, как мы начнем подключать эту среду передачи к компьютеру. Мы уже должны... Вот у нас те устройства, которые передают, они должны четко понимать, что именно они передают. Совершенно справедливо. Что? Формат сигнала. Да-да-да-да. Совершенно справедливо. Ну вот. Значит, зачем тут ссылка на среду передачи данных, я не знаю. Напоминаю, один из главных вопросов, который мы должны были решить на самом начальном этапе разработки, потому что этот вопрос... Не потому что этот вопрос... Будем ли мы строить сеть с коммутацией каналов или мы будем строить сеть с коммутацией пакетов? Да. Значит, помним, что коммутация каналов означает, что у нас есть некоторое количество каналов передачи данных, физических каналов передачи данных между абонентами. И мы на время передачи данных между двумя абонентами арендуем целый канал. Вот. Вариант с коммутацией пакетов, он более гибкий, но более... И более такой цифровой, но более подверженный... Ну, в смысле, в нем надо больше думать и больше протоколов, больше изобретать логики. Вариант с коммутацией пакетов или коммутацией данных состоит в том, что мы делим наши данные на куски, и конкретные куски, пакеты данных, предназначаемые разными отправителями, разным адресатам, используют одну и ту же среду передачи данных, но по каким-то заданным нами принципам отличаются. Общее правило простое. Что если у нас аналоговый поток, например, мы гоним какое-нибудь аналоговое видео со старинной видеокамерой или какой-нибудь голос с микрофона, тоже не цифрового, аналогового, или еще что-нибудь такое, или датчики какие-то. Аналоговый поток, вообще говоря, лучше пускать по отдельному каналу и использовать сеть с разделением канала. Ежели у нас цифровой поток, то есть все равно уже оцифровано что-то, и поделить это что-то на пакеты не составляет никакого труда, то, конечно же, нам будет удобнее разделять данные, разделять пакеты, потому что тогда мы можем более гибко решать проблему нехватки каналов передачи данных. То есть, допустим, была у нас медяшка между двумя корпусами, обмен данными между двумя корпусами, между всеми компьютерами первого корпуса и всеми компьютерами второго корпуса какого-нибудь учреждения организовали, и эта медяшка в конце концов перезаполнилась. Единственный канал передачи данных, какой-то вот бэкбон, он перестал отвечать нашим запросам. Положили еще и оптику, и все опять стало работать. После того, как мы эту задачу решили, нам, собственно, нужно принять решение о формате сигнала. Что, вообще-то говоря, не так уж и просто, потому что мы с вами уже говорили, например, мы можем тупо договориться, что на проводе есть напряжение, напряжение – это единичка, нет напряжения – это нолик, но там много проблем будет. Витая пара – довольно типичная среда передачи данных для современного сетевого оборудования. Витая пара имеет довольно забавные физические характеристики. Например, вот здесь на картинке изображен отрывок витой пары категории 6. А может вопрос, если вы хотите на теленоводке? Да? Наводка и шумы – это нормально? Откуда я знаю? Значит, наводка – это вид шумов. Значит, наводка – это шум, возникающий в результате функционирования другого устройства. А шум еще может быть, например, не знаю, молнией рядом ударил. Вот. Или там. Люди в чугунных ботинках прыгают по кабелю. Ну вот. Значит, как видите, не просто провод, а четыре провода скрученные, и не просто скрученные, а скрученный попарно земля и соответствующий сигнал, и не просто скрученный попарно земля и соответствующий сигнал, еще засунутый в специальный кабель, внутри которого есть такой крестообразный разделитель, чтобы вот эти самые вот эти самые скрученные попарно провода не давали ту самую наводку, вот, о которой сейчас было спрашено друг на друг. Ну вот. Значит, так вот, кодирование сигнала по этой штуке происходит довольно, довольно прихотливым способом. Давайте мы тоже откроем Википедию. Вот тут есть прекрасная статья про кодирование на физическом уровне сигнала, да, люди прям смотрят с целограммом. Да? Вот. Вот всем советую прочесть эту статью, она очень простая, очень на пальчиках, вот, но фишка именно такая, что в случае витой пары у нас высокочастотный сигнал, а манипуляция идет фазой, то есть мы берем и перепад 1,0,1,0, а отсутствие перепада 1,1, отсутствие перепада внизу 0,0. Вот. Дальше нужно это еще закодировать, потому что это всего лишь формат сигнала, но еще не код, это еще не те нули и единицы, которые мы будем читать. Вот. Но это следующая задача. Вот. Значит, в действительности вот таких параметров и условий эксплуатации даже на витой паре очень много, потому что, может быть, можно потребовать оплетку еще снаружи для экранирования шумов и много-много чего другого. Вот. Вот, например, различные физические характеристики различных способов передачи данных по витой паре. Вот. Вплоть до 40-гигабитной. 20. В общем, и там, соответственно, требования к значит, требования к физическим характеристикам будут все укручиваться и укручиваться. Вот. Если мы задумали, например, передавать данные просто по двум проводам или там, по трем, будет совершенно другая картина. у нас будет какой-нибудь какой-нибудь REST-232, вот, у которого всего два абонента, у которого нет никакой иной дисциплины использования. Один пишет, другой читает, один читает, другой пишет, и у которого всего есть максимум девять проводов, а на самом деле их и того меньше. Да? На самом деле можно передавать данные просто по двум проводам. сигнал и это самое, ну, по трем, по двум, по двум, вот, сигнал и земля. Ну, правда, конечно, там шумов не оберешься, вот, все-таки три лучше. Вот, значит, теперь, значит, относительно формата данных, да, то есть, вот мы очень быстро пробегаем этот уровень, потому что мы ничего про него не знаем, мы еще сейчас посмотрим, как это выглядит, как это выглядит, что мы можем из такого, из этого аппаратного уровня углядеть в наших виртуалах, хотя, уже смешно, аппаратный уровень в виртуалах. Вот, значит, про формат данных интереснее, про формат данных интереснее, потому что, значит, данные нам надо закодировать, закодировать. То есть, речь идет о том, что мы что-то передаем по нашим проводам, вот, и вообще бы неплохо было бы, неплохо было бы договориться о том, что из них ноль, что единица с точки зрения, с точки зрения читающего с этого провода, не вот то, как там, какие там бывают напряжения, а вообще, кондированные. Вот, и тут выясняется, что вот самый тупой способ наличия напряжения, отсутствия напряжения, он очень неудобный. Ну, мы с вами уже говорили про это, если крысы перегрызли провод, то следует ли из этого, что они посылают бесконечный ноль крыс? Вот, вряд ли. Поэтому, например, есть специальное кодирование, которое называется NRZ, Non-Rich Zero, когда у нас есть отрицательное положительное напряжение, именно его перепады считаются ноликами-единичками. А, значит, вот, собственно, нолик означает, что там все, что-то испортилось. В смысле, ну, отсутствие напряжения. Вот. Но есть и более хитрые вещи, связанные с кодированным, например, ну, вот NRZ, Non-Rich Zero, вот он так выглядит. Видите? Ноль-единичка, нолик-единичка, нолик-единичка. Вот. А если он уперся, уперся в ноль, совсем в ноль, то мы прям видим, что, ну, что данные не передаются. Да, 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 биполярные. Вот. В чем проблема, в чем проблема кодирования NRZ? Проблема, собственно, одна. Нам нужно очень четко договориться о стробе, о том, сколько раз в секунду мы замеряем напряжение. Вот, например, если взять и замерять его в два раза дольше, то мы внезапно получим в два раза больше здесь вот по два нолика, здесь по две единички. Упс. Вот. Вторая проблема, но это как бы не проблема, а скорее штука, которую надо все равно решать. Это отсутствие идеального таймера, который бы с двух сторон на наших абонентах давал один и тот же четко, прям, микросекунда в микросекунду строп. Таймеры гуляют. Их надо синхронизовывать в процессе передачи данных. Потому что, если они разгуляют друг от друга, то у нас может произойти сбой, у нас может произойти так, что мы замеряем напряжение, скажем, от половинки вот этого до половинки вот этого и не понимаем вообще, что у нас там такое. Вот. Поэтому придумали более хитрый способ кодирования, который называется манчатерский код, в котором нолику, например, соответствует включение напряжения, а единички, ну, как это, появление напряжения, а единички, например, падение напряжения. Тогда нолик и единичка выглядят вот так вот, а последовательность ноликов это постоянное включение напряжения. Раз включили, потом на следующем этапе раз включили, раз включили. Ну и также последовательность единичек. Раз выключили, раз выключили, раз выключили. Вот. В чем достоинство манчатерского кода? В первую очередь в том, что у нас падение напряжений на проводе происходит регулярно. Вообще говоря, с той частотой, с которой у нас данные идут. Как минимум. Иногда в два раза больше. Реже не происходит. И это значит, что наше устройство с двух сторон могут быть самосинхронизующимися. Мы можем не строп передавать, а в качестве стропа вот эти вот фронты используются. Да? У нас как минимум один раз на один бит происходит смена фронта. Вот по нему-то и будем синхронизоваться. Ну, тут два раза происходит. Ну, окей. понятное дело, что грубо задать частоту измерений надо, но проблема разбегающихся таймеров будет решена таким способом. Вот один из способов кодирования. Манчестерский. Вот. Я все чрезвычайно упрощаю, чтобы не это самое, не глубоко в это все равно не залезаем. Следующий интересный вопрос, который нас потихонечку подводит к собственно интерфейсному уровню, уровню лент-левел. Как отличить данные от неданных? Как отличить вообще данные от неданных нам? Вот мы смотрим в среду передачи данных, а там какие-то нолики-единички. Это вообще что такое? Данные, неданные? Что это? Тут мы вспоминаем, что у нас будет сеть коммутации пакетов. Это значит, что по нашим проводу передаются фрагменты данных конечной известной длины с началом и концом. И мы можем очень тупо договориться о том, что в начале нашего пакета будет преамбула 7 октетов, например, как в Ethernet, 7 октетов, которые где она там? 1 0, 1 0, 1 0, 1 0. Вот если мы увидели 1 0, 1 0, 1 0, то это значит, в этом месте начинаются собственно данные. То есть начался пакет фрейм. В случае Ethernet это фрейм. То, что там внутри творится, мы пока не смотрим, потому что мы не знаем ничего про уровень интерфейсный, мы знаем только про то, что, но на физическом уровне вот этот кусочек просто тупо аппаратурой железом считывается и на основании наличия этого кусочка делается вывод, что сейчас пойдет фрейм. Кстати сказать, сейчас может пойти не фрейм, а например внутри фрейма встретится такая последовательность. Ну тогда там вот на уровне уже следующим интерфейсом не совпадет контрольная сумма и скажем, мы поймали какой-то глючный пакет, давайте ловить следующий. Вот. Что? Такая длинная? Чтобы вероятность того, что мы в обычных данных найдем что-то похожее на начало фрейма была достаточно минимальной. Она и так достаточно высокая, как вы понимаете. Можно, но это тогда увеличит тяжесть кода. Вот. Кроме того, если среда очень сильно зашумлена, то первым делом мы не найдем просто начало кадра. Это гораздо лучше, чем найти начало кадра, а потом ошибиться. И пытаться разобраться в этом уровнем выше. То есть мы должны сначала убедиться по реальному наличию преамбула, мы должны убедиться, что мы хорошо подавили шум. Это, кстати, еще одно направление, о котором стоит подумать, когда мы разговариваем про формат данных на физическом уровне, это о том, как обнаруживать и исправлять ошибки. Опять же, тут целая теория, про которую можно целый спецкурс прочесть, причем не мне, потому что я не совсем в теме. целая теория про коррекцию одиночных, двойных, всяких таких ошибок. Самый простой способ передавать, допустим, с каждым передаваемым актетом еще дополнительный бит четности. И считать, что вот если, значит, количество единичек в актете было четно, бит четности должен быть равен нулю, а если количество было нечетно, бит четности должен быть равен просто их ксорить эти битики, тогда мы сможем обнаружить факт появления ошибки. Но не сможем ее исправить. То есть у нас пришел актет с нечетным количеством единиц, а бит четности равен нулю. Это была ошибка, и ничего проверить мы не можем. Только можем сказать где-то на уровнях выше, дорогой, тут шум, тут трэш, перешли, пожалуйста, еще раз. Вот. обнаружение ошибок. Грубо говоря, сколько битов четности мы выставляем, столько ошибок мы можем обнаружить. Предположим, у нас два бита четности. Вот. То есть он считает количество единичек и там количество четверок. То есть грубо говоря, четное это количество единичек или нечетное. В этом случае мы можем обнаружить двойную ошибку. То есть посмотреть на ну понятно увидеть, что количество единичек действительно четное, действительно кратное четырем и с тем самым там какой-то другой принцип, но неважно. И тем самым убедиться, что ошибок не было даже двойных. Ну или соответственно увидеть, что какой-то из этих битиков не совпадает, значит какая-то ошибка произошла. Допустим, если мы потеряли два единички в нашем аксете, то два дополнительных бита это поймают. Такие дела. Но это еще не про исправление ошибок. Исправление ошибок это вообще прямо теория теория. Я пытался найти простейший пример этой теории, но тут все какие-то векторные пространства, какие-то многочлены и куча способов кодирования. Поэтому скажу просто самый простой способ. Значит мы пересылаем такое количество битов вместо нашего актета, чтобы если там обнаружится ошибка одна, то есть из наших восьми битов один вместо нолика пришла единичка, то полученный актет вместе с дополнительными битами, которые корректируют ошибку, он все равно ближе к исходному верному последовательности, о них любой другой неверный. Условно говоря, мы три бита делаем, очень грубо, три бита делаем, три, то есть восемь битов таких, еще три дополнительных. Если из этих всех одиннадцати битов сломался только один, то мы можем понять, какой там был на самом деле. Что? А есть способ просто послать еще раз, да. Нет, если все биты по три раза пересылать, то, конечно, да, но это будет тройной избыток. А вот, а мы говорим о том, что ошибки случаются все-таки не каждый раз, да, что там, условно говоря, на бит, вероятность того, что на один бит будет двойная ошибка, очень низкая. И с нею справится более следующий уровень. Ну вот, что еще может быть, какие задачи еще могут быть при кодировании интересны. Есть такая штука, как скрэмблинг. Это наложение на реальную последовательность нулей единиц, ту, которую вы хотите передавать, случайной последовательности любой нулей единиц, ну, допустим, тупым ксором. Если оба конца договорятся о том, каков базис, каково начальное значение такого датчика случайных чисел, который скрэмблит наш поток, то есть мы знаем, с какого числа начинается датчик случайных чисел, вот на основании него генерим нолики единички, то передача на обоих концах будет вполне себе разумной, мы на одном заксорим с некоторой случайной последовательностью, а на другой разксорим с ней же. Это нужно для защиты информации, потому что у нас будет в результате все это выглядит как белый шум на проводе, реально как белый шум. Вот случайная информация заксоренная с не случайной выглядит как случайная. Но на самом деле есть еще и физическое физический смысл скрэмблить некоторые кодировки, например, если не манчестерская какая-нибудь НРЗ, то там могут случаться длинные последовательности нулей или длинные последовательности единиц. Длинные последовательности единиц иногда физически очень плохо. У нас, допустим, вот этот провод начинает работать как соленоид, как катушка. Он под напряжением накапливает, накапливает чего-то там. ну, короче, физически иногда длинная единица это неудобная штука. А скрэмблик делает, результат скрэмблика будет примерно такой же, как результат манчестерского кодирования, только на другом уровне, в смысле в другом подходе. У нас, поскольку шум случайный, то нолики единички будут тоже случайные, и длинные последовательности нулей, длинные последовательности будут очень маловероятны. А в реальных данных они очень сильно вероятны. Вот. Если вы думаете, что и прочитали какие-то статьи в Википедии, и думаете, что все это достаточно легкая вещь, ну, посмотрите, как устроена ДСЛ. Ужаснитесь, почитайте количество протоколов, почитайте количество стандартов, попытайтесь почитать стандарт. Ну, в общем, или не пытаетесь читать стандарт. в общем, зависит от крепости ваших нервов. Вот. Что там в РС-232, кстати? Давайте я позакрываю лишний. В РС-232, помимо проводов, по которым передаются собственно данные, есть еще дополнительные провода. Сейчас я попробую почитать, где она. Вот. прием передача два провода, земля третий. Значит, готовность приема, готовность передачи, потому что наше устройство, компьютерное устройство, то есть на уровне выше, интерфейсы, могут быть очень медленные, и вы туда передали единичку, а он еще не считал. пока он ее не считал, бит готовности равен нулю, то есть провод, по которому выставляется готовность к приему, равен нулю. Приняли, можно передавать следующий бит. То же самое с передачей. Значит, готовность, пока устройство не готово передавать, бит готовности передачи равен нулю, пока, как только устройство готово передавать, бит готовности выставляется в единицу. И это уже сколько мы насчитали? Пять проводов Это, кстати, классическая пятипроводная схема Но есть еще какие-то девятипроводные Я в них не очень разбираюсь Там еще какая-то дополнительная логика Можно почитать какая Не помню какая, честно Вообще-то иногда используются все девять проводов Можно почитать, может быть, в УАРТе написано Нет, передача начинается Передача начинается, если бит готовности приемника выставлен Мы хотим передачу Значит, у нас уже стоит бит готовности передачи в единицу А у приемника должна стоять бит готовности приемника в единицу Нет, это следующий уровень У УАРТ это уже интерфейсный уровень Мы на него не смотрим В общем, я не помню, не помню, что означают оставшиеся провода Не помню Возможно подтверждение приема, подтверждение передачи Хрен знает Короче, вот Даже на уровне двух проводов В которых мы сами определяем В смысле скорость передачи Мы сами все выставляем Даже на уровне двух проводов Возможно, такие вот разные штуки Теперь, значит, что касаемо того, что мы можем посмотреть Что мы можем посмотреть в виртуалке В виртуалке мы ничего практически из этого подсмотреть не можем Ну, понятно, почему Формат проводов это все Но Как раз в случае Ethernet Мы можем сделать вот что Значит, в случае Ethernet мы можем В нашей виртуалочке Попробовать спросить у Ethernet Какого типа провод в него воткнут Дело в том, что В силу, как мы это обсуждали в прошлый раз Независимости уровней Ethernet, как интерфейсный протокол Может передаваться по очень разным носителям данных Вот мы привыкли видеть витую пару Ну, скажем, уровня пятого, да? Вот без этой вкладочки пластиковой Вот Но на самом деле, когда-то Ethernet практиковали и по коаксиальному кабелю Где совершенно другой способ передачи Там частотная модуляция Там, значит, такая вот Как телевизионный такой кабель с оплеткой с единственной жилой По нему стоит, на нем стоит стоящая волна И ее частотно модулируют Вот И этих коаксиальных кабелей было две разных штуки Был толстый Ethernet и тонкий Ethernet Ватт Или, например, так называемый АУИ-транссивер АУИ-это не то, что вы подумали Это АУИ Сейчас давайте посмотрим Вот Универсальный способ преобразования Универсальный способ преобразования какого-то сигнала Ethernet А, наконец, он может Универсальный, вот такой 9-пиновый Нет, не 9-пиновый 15-пиновый А с той стороны может торчать и то, и другое, и третье, и пятое, и десято Что? Нет, двухрядный же Не похож он на VGA Ни на что он не похож Ну вот Значит, давайте посмотрим Как у нас на виртуалочке это устроено Вот у нашей виртуалочки Мы сейчас поговорим Оставшуюся часть лекции Мы будем говорить про то, как работать с виртулбоксом Вот в нашей виртуалочке есть аж на 5 сетевых интерфейсов Из которых один это LoopBank И еще 4 это Ethernet Ethernet шнуры Вот В данный момент они все не подключены Видите? У него нету статуса Up И это значит, что если мы сейчас посмотрим Ну скажем, ETH 0 Он говорит так Вот у нас есть карточка под названием ETH 0 Она поддерживает два типа интерфейсов Либо витая пара Либо вот тот самый AUI То есть универсальный трансивер И сейчас Он принимает сигналы с трансивера А не с витой пары Видимо, можно было и то, и другое воткнуть Вот трансивер сейчас Вот Но, понятное дело, что поскольку мы находим Это просто настройка по умолчанию Так устроена та сетевая карта Которую, собственно, мы имитируем Вот она, кажется Да, да Вот эта вот сетевая карта Которая PCNet32 Она по умолчанию Это очень-очень-очень-очень старая Ethernet карта И она по умолчанию ходит как раз к трансиверу Вот Как только мы ее настроим Скажем, просто-просто активизируем Скажем, ну включить Слушайте, а давайте я сделаю красиво Красиво не вышло Ну, не важно Сет Что там у нас? Гитаж 0 Оп Давайте посмотрим Смотрим Эпи-линк Нет, стало немножко красее Ну ладно Посмотрим на Эпи-линк Вот Он поднялся Да, вот этот интерфейс Я его поднял Так вот, если мы сейчас Сходим к Гитаж Тулу То Гитаж Тул скажет, что у нас Порт Твистит ПР Все Не-не-не-не-не Какой АП-шник? АП-шник это третьего уровня Это уже уровня сетевого Мы всего лишь включили Ethernet Он был выключен Карточка была в неактивном состоянии А теперь она в активном состоянии Какой АП-шник? Нет никого АП-шника И не было Возможно, будет. Но нет и не было. Соответственно, после того, как мы активизировали карточку, она сказала, что у нас скорость 10 мегабит в секунду, и в качестве носителя используется витая пара. Тут, как я уже говорил на прошлой лекции, нас подстерегает довольно забавный момент, как раз неразличение аппаратного интерфейсного уровня, потому что вот здесь вот уже мы... А с какой, собственно, стати она определила, что это 10-мегабитная карточка? Это вообще-то параметры среды. У нас, если вы помните, разные шнурки для 100-мегабитных и для 10-мегабитных, или для гигабитных, имеют разные аппаратные характеристики. Да, но как сетевая карта узнала, какой у него... Как две сетевых карты договорились, на какой скорости общаться? А какая страна? А хрен знает. Об этом и разговор. То есть вот эти вот карточки, которые умеют работать и на 10, и на 100, они каким-то волшебным образом умеют договариваться о среде. То есть вот... Знают-знают. Вы попробуйте почитать протокол, все увидите. Да. Полноценный протокол. Огромный, сложный, страшный. Ну, в общем, вот. Ну, вот. Значит, такие дела. На самом деле, мы с вами тут плавно переходим... Здесь-то, в общем, мы уже поговорили, да? Да, вот. Мы здесь поговорили. На самом деле, мы с вами плавно переходим к тому, как нам решать домашние задания, по крайней мере, на компьютерах с архитектурами x86-64. С маками M1 я постараюсь разобраться, возможно, у меня получится. Вот. Потому что у нас есть дистрибутивы на ARM64, и я могу из этого дистрибутива тоже сделать такую же точную виртуалку, только на ARM64. Ну, вот. Давайте это выключим пока что. Значит, напоминаю, как мы работаем с вертеллбоксом. У нас есть образ, который мы должны скачать. Сейчас я его скачивать при вас не буду, чтобы интернета не грузить. И этот образ мы должны проимпортировать. Вот у нас есть вертеллбокс. Давайте мы все поудаляем. И вот это тоже удалим. Внимание, барабан и дробь. Сейчас, минутку. Барабан, конечно, дробь, но все-таки я бы хотел проверить, есть ли у меня эта виртуалка. А то я сейчас как удалю. Вот. Ну, там в Mail.ru она, в общем, медленно качается. Хо-хо-хо-хо. А, нету. Ну, думайте быстро. Ну, давайте попробуем. О, и правда быстро. Ну вот. Правда, хорошо укачается. А у меня дома как-то отвратительность у моего качается. Прям отвратительнейший. Хорошо. Так, значит, давайте тогда прям барабами дробь прям все удалим, раз уж мы такие смелые, да. Вот. Удалим прям вот это. Все. Все удалили. Импортируем ее. Куда она там в загрузке должна быть приехала? А куда она приехала? Эй, машина. Куда она сохранилась? О. Вот, мы ее импортируем. Ну. Что? А, это какая-то бредящина. Нет там столько азона. На самом деле это 512 мегабайт. Что при этом при импорте происходит? Происходит создание виртуальной машины. Вот. И развертывание диска. Наша машина состоит из, давайте посмотрим, жесткого диска. Да, значит. Бл-бл-бл. Из видеокарты, очень примитивной, 16 мегабайтов. Из жесткого диска, флопик, сидюк и, собственно, жесткий диск. Этот жесткий диск, на самом деле, является файлом, который занимает гигабайт сейчас. Чуть больше не будет гигабайта. Он, ну, он типа 4 гига, но на самом деле там 3 из них не заняты. Вот. 4 сетевых адаптера, из которых подключен только один. Про него мы будем говорить в следующий раз. Каждый мой джинный порт соответствует. Да, да, да. Вот их там было как раз 5 штук. Один из них лопбэк и 4 сетевых адаптера. Вот. Последовательный порт. Ну и в общем, в общем, в общем, вот. Такая вот виртуалка. Рекомендуется с этой виртуалкой не делать вообще ничего. Просто обновлять ее и клонировать. А больше ничего не делать. Зачем? Затем, что вы, когда в следующий раз что-то будете делать, вы просто возьмете, удалите все клоны и эту виртуалочку запустите, как бы склонируйте еще раз. Теперь как клонировать? Что такое последовательный порт? Последовательный порт это вот это. То есть больше чем, с помощью чего можно действовать? Например, да, да, да. Более того, мы это будем делать как раз в этот раз. Сегодня мы будем делать ровно это. Вот. Понятное дело, что никакого последовательного порта, это же виртуалка. Никого последовательного порта нет, но мы можем, например, засунуть его в файл. Вот. Ну, сейчас, всему свое время. Значит, так вот, рекомендуется после такого импорта не пользоваться вот конкретной виртуалкой под названием Alt-Minimal, а только ее клонировать. Как это делается? Говорим клонировать. Обязательно включаем экспертный режим. Называем его, допустим, сервер. Не важно. А, base. Здесь выставляем крыжек связанное клонирование. Если вы сделаете полное клонирование, этот гигабайт еще раз скопирует диска. Если вы поставите связанное клонирование, он будет сохранять только разницу между содержимым того диска и этого. Вот. И здесь надо обязательно включить, сгенерировать новые MAC-адреса. Если вы этого не сделаете, у нас в сети будут машинки с одинаковыми MAC-адресами. Работает это, ну, так себе, прямо скажем. Вот. Работает это с умопомрачительной скоростью. Вот оно уже готово. И вот эту машинку уже можно запускать. Вот. Эту машинку уже можно запускать. Значит, по умолчанию у меня, поскольку разрешение экрана довольно среднее, тут двойной размер этих буквок, вот. Вот так вот выглядит наша виртуалочка, с которой мы работаем. Значит, пароль. Значит, мы работаем из-под пользователя root. Так никто никогда не делает, но мы будем это делать просто ради того, чтобы уменьшить объем. Зачем нам еще пользователя заводить? И у этого пользователя root пароль root. Так тоже никто никогда не делает, а те, которые делали, их давно уже уволили. Вот. Значит, ну, поскольку это виртуалка, ну, проще всего запомнить пароль. Даже пароль раз-два-три-четыре-пять сложно запомнить, а вдруг он раз-два-три-четыре-пять-шесть. Вот. А, значит, пользователь root, пароль root, значит, команда IP-Link нам покажет количество интерфейсов. Вот. Ну и, в общем, вот. Виртуалочка. В лекциях я не буду пользоваться вот этим. Объясню, почему. Ой, отстань, противно. Что? Нет. Я не буду пользоваться вот этой консолью. Объясню, почему. Невозможно скопировать. Несмотря на то, что мышь там есть какая-то. Ну, худо-бедно, какая-то мышь. Она какая-то, конечно, очень какая-то. Вот. Несмотря на то, что мышь там есть, и внутри этой консоли можно работать с помощью мыши, напоминаю, что средняя кнопка означает paste. Да? Скопировать что-то отсюда, наружу или отнаружи сюда, скопипастить примеры из лекции вам не удастся. Их можно вбить руками. И это тоже хорошая практика. А можно поступить хитрее. И вот мы сейчас с вами поступим хитрее. Чтобы поступить хитрее, нужно сделать две вещи. Давайте мы его застопорим. Есть такая функциональность, но ее нужно отдельно ставить. Вы же понимаете, что это текстовая консоль. Что вам нужно, чтобы кто-то что-то спер с этого экрана. Просто он сказал так. Они почему не пили, а я говорю, это... Не-не-не-не, это довольно сложная штука. Копировать данные из линуксовой консоли и их как-то отдавать в буфер обмена. Ну вот, как это работает для графического интерфейса? Там ставится специальный драйвер. Драйвер специальный. Причем и в хост-систему тоже. Драйвер не справился? Да. А как вы еще собираетесь обмениваться информацией с виртуалкой? Вот. Поэтому мы сейчас будем практиковать другой способ. Те, кто хочет страдать, страдайте. Те, кто не хочет страдать, страдайте, но по-другому. Сейчас мы это выключим. И давайте изучим нашу виртуалку. Значит, смотрите внимательно на настройку компортов. Обратите внимание, что в этой машинке по умолчанию существует порт первый, ком-1, который... Ну что такое ком? Это последовательный вот вывод данных. Этот порт ком-1 в этой виртуалке включен. Но поскольку это же нету, ну у нас вот этого провода-то нету, нам не во что втыкать это. Втыкать нам это не во что. Поэтому он воткнут, этот провод, воткнут в TCP сокет. То есть, эта машина, виртуалка, при запуске начинает слушать порт 23.0.0. В который она пишет все то, что мы записываем в ком-порт. И все, что мы в этот сокет пишем снаружи, можно прочесть из ком-порта. Вот, то есть мы просто подключаемся. Ну давайте посмотрим, сейчас я покажу. Сейчас я покажу, как это работает. Значит, вот у нас есть, допустим, ну где? А, ну вот здесь, вот в этом. Вот тут. Верните, я все прощу. Вот у нас на данной машине, на данной машине прослушиваются, давайте еще скажем, прослушиваются вот такие порты. Давайте мы запустим виртуал. В box-manage, start-vm, как мы ее назвали, base, да? Base. Так, да блин. А, можно же вот так делать. Base. Вот она запускается. Виртуалочка запускается, все хорошо, она работает. Давайте посмотрим, пока она там работает, посмотрим, а что у нас с портами. Вот порт 23.00, на котором у нас открыт компорт. На этом компорту запущена консоль. Смотрите. Вот такая же консоль, как там. Такая же точная. То есть, вместо того, чтобы работать с графическим интерфейсом, мы можем тупо запустить нашу машинку, подсоединиться к ней с помощью нетката. Единственное, что там надо настроить, одну вещь, но это сейчас покажу. Да, 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 да. Да, совершенно справедливо. Еще раз. Давайте посмотрим, что это за вид черной магии, которая на самом деле не черная, а белая. Да? Что это за вид белой магии? У нас есть, где он тут? Компорт. Номер один. Ну, вот он сейчас засерен, потому что мы не можем его выключить. Он включен. На нем, давайте посмотрим виртуалочку. На нем, специально на нем. А, кстати, я не помню, где это делается. О, во! Вот. Как настраивается это в Linux, я вам сейчас не скажу. Просто не буду сейчас рыться при вас в конфигурации. Если кому интересно, спросите, я отвечу. На нем запущен просто тупо логин. На этом, вот на этом TYS0, это компорт. И на нем можно залогиниться. Все. Вот мы так и сделали. Единственное, что там, в неткате, нужно... Это конкретно в этой виртуалке включен, во-первых, включена консоль на компорту. И во-вторых, это внутри, в гостевой системе включена консоль на компорту. И во-вторых, в конфиге этой виртуалки проставлено, что компорт перенаправляется на... На TCB. Вот. Это можно сделать с помощью нетката. Вот. Но я это делаю с помощью более мощного инструмента, который называется SocketCat. Socket. Вот. Ну, сейчас давайте посмотрим. А мы про это поговорим. Поговорим. Неткат – это способ превратить TCP-соединение в поток ввода-вывода. STDN и STDOUT. Кат, но через STDN и STDOUT. Это приложение такое. Это не протокол. Там мы берем произвольный TCP-соединение и дальше с ним работаем. Да. Вот. Мы все это будем, кстати, в этом семестре про это все будем говорить. Ну вот. Значит, я пользуюсь не неткатом. Я пользуюсь специальной утилитой, которая называется SocketCat. Мы про нее тоже будем говорить. Она гораздо более развесистая. Я бы даже сказал, чересчур развесистая. Там есть по ней документация. Вот я отметил половину документации по SocketCat. Ну вот. Значит, и я при вас буду совершенно беззастенчиво использовать соответствующие скрипты. Сейчас я покажу, какие. VB Connect, в частности. Вот в таких терминах работает. Вот надо SocketCat запустить вот так. Вот с этими страшными ключами. Где вот тут вот порт 2003. Давайте попробуем, кстати. Вот тут вот порт 2003. Давайте попробуем. Только давайте отсоединимся. Отсоединимся. Где тут? Или уже отсоединились? Отсоединились, да? А, 23.00. О, вот он. Вот. Правильно. Вот. Все равно нам придется пользоваться Socket'ом, так что обзаведите им на хозсистеме. Если у вас Linux, если не Linux, страдайте, что поделать? Ну вот, значит, да, вот, 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 значит, скрипт, который, который это делает, у меня, оу, я забыл, Ctrl-Log, точно. Скрипт, который это делает, называется VB Connect, он совсем небольшой, вот, но очень удобный. Че? А! Ну вот. Как это? Забыл слово. Ну, в общем, визит эффект. Дома работала. Значит, ну, это, в общем, не очень важно, просто имейте в виду, что если я использую на лекции VB Connect, то я подключаюсь к, значит, виртуалке. Вот, значит, это что касаемо... Да, значит, еще я использую скрипт, который называется VB Snap. Давайте мы попробуем вот что сделать. Давайте мы виртуалочку-то остановим. Вот эту, да? Да нет, наоборот. HP, ну. Кстати, не факт, что VB Snap тоже сейчас заработает. О, работает. Короче. Alin Technology Detected. Виртулбокс пишут, в общем, очень крутые люди, но с точки зрения того, как работает командная строка, как работает вот это все, они немножко, ну, немножко странноватые ребята. Вот этот VB Box Manager, у него вот столько команд, команд у него вот столько, понимаете? разных. Ну, тут такая себе утилита командной строки, правда? Я еще не закончил мотать. Во. И у каждой команды есть help. Mana по этой штуке нету, но есть документация на сайте Виртулбокса, разумеется, огромнейшая. Короче, я сегодня утром обнаружил, что VB Box Manager в локале русской, сейчас покажу. И вот, пожалуйста, список имеющихся виртуалок. Вот, пожалуйста, список имеющихся виртуалок, в которых для каждой виртуалки все настройки, все настройки вывезены. Да, очень удобная утилита. Только если я меняю локаль на... Обратите внимание, не работает. Она прерывается на той виртуалке, которая была запущена в русской локале. Что у них не так? Что у них с головой? Я не представляю. Смотрите, последняя виртуалка, которая вот эту штуку вывела... Давайте так сделаем. Вот так вот сделаем, смотрите. Сейчас все поймете. Имя. Вот. Ну, даже давайте так вот сделаем, чтобы было правильно видно все. Вот. Чего? Ну вот. А если я перебью локаль и здесь напишу name? Упс. Куда делся? Куда делись вот эти? Он попытался вывести слово загрузки, и у него не получилось. Двич. В общем... Я бы долго с этим боролся. Ну, не важно. Важно то, что такая штука работает, в BoxManage работает, все, все, всем более-менее хорошо. Вот. Да, что я хотел... Что я хотел... Скрипт хотел запустить, который в BoxManage. Да. В EBSNAP. А, он у нас отработал. Ну, давайте... В BoxManage... А, там это сложно. Давайте просто удалим из окошка. Давайте просто удалим из окошка. Давайте еще раз покажу скрипт. Тоже буду им пользоваться совершенно безостенчиво. Вот. Скрипт В EBSNAP, который... Который не просто дублирует, клонирует нашу виртуалку. А еще и там ее подредактируют немножко. Можно задать порт, на котором он будет слушать, и можно задать, каким виртуальным сетям он будет подключен. Мы об этом поговорим в следующий же раз как раз. Вот. Поэтому довольно удобная утилитка. Она тоже очень небольшая. Вот. И, в принципе, она пишет команды, которые делает. Поэтому можно не пользоваться В EBSNAP, а можно пользоваться самими этими командами. Давайте попробуем еще раз. В EBSNAP. Ну, скажем, какой там Alt Minimal. Да. Temporary. Вот. Что он говорит? Он говорит, склонируем машину Alt Minimal. От Minimal будет она входить в группу Linux Network 23. Называться будет Temporary. Options Link – это значит, что связное клонирование. Регистр. Зарегистрируем. Вот. Дальше он вычислил, какой свободный порт для того, чтобы подключиться к этой машине с помощью NETCAT. Этот порт будет 23.02. Дальше он назвал ее Temporary. Вот. Ну и, собственно, вот. Смотрите. Теперь мы можем сказать, что ВБК нефть. Temporary. Вот она ее запустила. Вот она к ней принеткатилась. Вот ее загрузка происходит. И это тот пресловутый NETCAT. Ну, в общем, примерно так это устроено. Значит, хотите, делайте так. Давай, давай, логин, давай. Вот. Хотите, делайте так. Вот. Я еще ради... Если у вас есть Xterm и только Xterm. Терминал под названием Xterm. То можно еще вот так вот сказать. В этом случае он еще и раскрашивает. Вот. Если не хотите, либо пользуйтесь графической консолью, либо пользуйтесь вручную вот этой командой. Сейчас. Вот этой командой. Сука. Только не 23.00, а 23.02, да? Я даже могу рассказать, рассказать, что здесь написано. Сука. Минус. Минус означает, что эта сторона, это STD на STD. Сука. Сука умеет копировать из чего угодно во что угодно. CFMICRAW означает, что мы при копировании STD не повторяем еще раз то, что мы ввели. Вот NETCAT этим страдал. Эхо 0. Escape 15 означает, по какому символу мы выходим. По Ctrl O. Символ с кодом 15. Дальше мы говорим, куда подключаемся. По TCP 4 подключаемся на localhost к порту 223, в данном случае 0.2. Выходим, если мы закрываем соединение. Что? Выходим, если мы закрываем соединение. Да, выходим, закроем соединение. Именно так. Причем, обратите внимание, там можно подключиться, залогиниться, сказать Ctrl O, отключиться. Потом снова подключиться, и вы уже будете залогинены, потому что мы просто закрыли и открыли. Это как бы компон. В общем, примерно так устроена моя работа с виртуалками. Я не призываю вас делать ровно так же, потому что все эти скрипты могут у вас не заработать, еще что-то. Но вполне можно оперировать и с виртулбоксом. Вот, например, сказать. Вот он. Машин. Можно даже выключать его вот так вот, шатдаун. О. То есть можно даже не командой выключать, как я это при вас сделал, а вот. Ну вот. То есть вполне можно обойтись и без командной строки. Просто я привык общаться с командной строкой, и до лекций я так буду делать, соответственно, не пугайтесь, когда я буду так делать. Да, еще одна вещь, которую нужно сделать, в которой, собственно, будет состоять домашнее задание. Домашнее задание будет состоять в том, что вы наплодите какое-то количество виртуалочек, как-то их друг к другу подключите, и пришлете мне отчеты о том, как они друг к другу подключены. Отчеты, сейчас покажу. Отчет – это штука, которая задается специальной программой под названием «Report», которая там… это просто shell script. Вот, который записывает все ваши команды из командной строки. Сейчас покажу. Так, это мне не нужно, это мне тоже не нужно. Вот прям vbconnect, скажем. vbconnectbase. Вот, значит, мы загрузили нашу виртуалочку. Давай мне логин. Логин мне давай. Ну вот, а значит, отчет. Да? Отчет делается с помощью команды «Report». Команда «Report». Дальше. Номер задания. В нашем случае он будет единичка. Один. И имя хоста. Имя хоста не обязан совпадать вот с этим. Вот. Имя хоста задается вот здесь. Да? Это его роль. В данном случае базовый. Да, «Base». Значит, ну вот мы говорим «Report». Один «Base». С этого момента все ваши действия записываются в отчет. Именно эти действия, записанные в отчет, вы должны предоставить в качестве отчета. Ну, что мы можем сказать? IP-link какой-нибудь. Или там. STTY. Минус А. Как только вы нажмете здесь «Ctrl D», то есть «Закончите», там он пишет, он, видите, написал «Нажмите Ctrl D», для того, чтобы закончить отчет. Ну, не знаю, там, «Date». Ctrl D. У вас образуется фрейл под названием «Report01.base». Его можно почитать. Вот такие отчеты вы будете мне присылать. Вот. А каким образом соединить это что значит? Что? Сказали, нужно находить «ГТО». Пока не пока… А, смотрите в домашку. В домашнем задании вы должны будете сделать два клона базовой машины, ну, два клона машины, и передавать данные между ними по трем проводам. Ну, точнее, по ТТУ. По терминалу, через терминалу, через последовательное устройство передачи данных. Вот. Ну, вот. Такая вот будет задача. При этом они должны общаться через соки друг с другом, но сами разберетесь. Давайте я лучше расскажу, как потом эти отчеты добывать из виртуалки. Вот. Есть три способа добыть отчеты из виртуалки. Один из них читерский, я про него не буду рассказывать. А вот. Я расскажу про трушный способ. Значит, самый трушный способ простой состоит в том, чтобы доставить еще один компорт. Смотрите. Ну, или давайте интереса ради… Давайте интереса ради его… А, ну, без разницы. Так. Да блин. Берем нашу машинку, в данном случае, бейтс. Настраиваем ей компорт. Еще один. Порт 2. Он будет называться комп 2. Включаем его и направляем, перенаправляем его тупо в файл. И говорим там, припорт. Лог. В этот файл. Совершенно справедливо. А, в каком форме? Ну, что… Байтики. Все то, что вы выводите, все то, что вы выводите, все то будет выводиться. Ровно. Один в один. Нет. Именно ту информацию, которую вы запихаете в компорт. Да? То есть, вот ровно в том виде, в котором то запихали. Мы опять не видим аппарат на уровне. Вот. Вот, допустим, он называется report log. Окей. Запускаем этот base. Я забыл запустить его из командной строки, но это совершенно неважно. Отсюда тоже можно запускать. Вот. Запускаем этот base. Заходим. Вот у нас есть этот наш репорт. Теперь надо этот репорт запихать вот этот второй компорт. Это он называется TTYS1. Вот. Если вы это сделаете так, как вот прямо сейчас, то у вас постигнет разочарование. Дело в том, что репорт – это же tar-файл. Ну, то есть, это просто архив. Ну, а, блин, и как это мне… А, он репорт. Ну, неважно. Вот. Просто архив. Tar-файл. Ну, tar-f. А, дело в том, что по умолчанию все компорты в Linux открываются как терминал. Терминал – это значит, что, например, если вы нажимаете Ctrl-C, то там сигнал передается, перевод строки как-то преобразуется. Короче говоря, ядро Linux обрабатывает те данные, которые вы запихиваете в компорт. Для того, чтобы оно перестало их обрабатывать, надо сказать так. S, T, T, Y. И это есть в плане лекций. Вот оно. Вот оно. Вот, S, T, T, Y. Что там? Роу, да? Роу. Роу. Дев. T, Y, S, 1. S, 1. Вот теперь мы можем смело просто копировать файл, ну, копировать cat. Репорт, вот этот самый, T, Y, S, 1. Смело все останавливать. Вот. А у нас в текущем каталоге внезапно, внезапно образуется этот самый report.log. Вот он. Только что мы его сделали. И это хороший годный рекорд. Обязательно проверяйте перед отсылкой домашнего задания, что этот report действительно читается, что он не побился перед передачей, что вы не забыли сделать S, T, Y, R, вот это все. Вот. Для тех, кому интересно, почему... А, еще одну важную вещь, сейчас скажу, ну, сначала по очереди, значит, бэйс. Вопрос. Вдруг кто знает ответ, хотя, конечно, вопрос с очень большой подковоркой. Давай, давай, давай. Давай. Значит, почему, почему у командочки S, T, Y, например, R, при направлении ввод из терминала? Нет, ну, казалось бы, я хочу поменять настройки терминала. Почему в качестве... Терминал указывает в качестве входного файла. Даже не выходного, а входного. Входного. Не выходного. Год назад примерно, может быть, плюс-минус, у вас был на осях ответ на этот вопрос. Мы сохраняем предыдущие... Нет. А, как бы, нет? Нет. Как же плохо с остаточными знаниями у людей. Ёхту. Можете еще раз объяснить, что происходит? Мы перенастраиваем терминальную линию, девайс под названием TTYS1. С помощью команды STTY. Мы делаем команду STTY. Я могу и чем-то на всяких других STTY тут сказать. Это неважно. Вот. И указываем этот самый девайс в качестве входного файла. Входного потока. Вопрос, почему входного? Все проще. Он его просто открывает и вполняет над ним и октейль. Вот и все. Здравствуйте. Что у вас было по осям? Ёхту. В народе это слово зовется Ёхту. Кому плохо видно? Честно, не было. Было, было. Ну, а, хорошо. У вас кто? У вас кто еще читал? У нас Машечкин, но... А про? У меня семья из был Чернова. Ну, у Чернова точно было. Блин, не было. И у... И у этого самого, и у Алексея Николаевича, у господи, у Сальникова тоже было. У Алексея Николаевича не ведет. А, не ведет? Понятно. Ну, короче, понятно. Тогда, тогда понятно. В общем, короче говоря, устройство надо просто тупо открыть. Вот он его и открывает на чтение. А дальше он выполняет операцию настройки, вот стейль. Ну, в общем, вот. Не забывайте, что вот тут вот такой формат. Значит, я обещал еще одну вещь важную сказать. Вот, сейчас я даже покажу, а потом объясню, в чем она важна. И, видимо, да. Смотрите. Смотрите, вот у нас есть Base-система. Предположим, я клонирую ручками. Давайте посмотрим, что у нее с Компортом. Первым. 23.00. Да. Допустим, я ее клонирую ручками. Беру и клонирую Alt-Minimal и делаю еще один план. Я говорю связанное клонирование. Я говорю сгенерировать новый MAC-адрес. Короче, все делаю, как полагается, как я описал в домашнем задании. И называю ее там, и называю ее, там, и назовем. Да. Готово. Казалось бы, вот еще у нас есть еще одна машинка. Пытаюсь ее запустить. Пытаюсь ее запустить. Что? Где? Что? Фейлит. Что-то. Какой-то ошибка. Короче, ошибка какой-то. Как это сделать, чтобы это было нормально видно? Да, это такая же данность. Я сейчас объясню, в чем проблема. А можно так, чтобы это нормально показывалось? Нет? Нельзя? Окей. Спасибо. Буду теперь так же. Ну, короче, если внимательно пытаться поломать глазки и прочитать, дарвутся цепы 0, фейлит, create server, socket, address, and use. Переводим все на русский язык. Сокет не смогла создать, потому что этот адрес уже используется. Порт занят? Да, этот порт занят. Совершенно справедливо. На нем бейс работает. Смотрите, давайте настройки полезем туда, а ты закройся. 23.00 здесь. 23.00 где там? 23.00 здесь. Если вы клонируете это вручную, просто меняйте порт на какой-нибудь незанятый. Вот и все. 0.3 скажем. И все у вас получится. Та-дам! А эти порты, в смысле, это... Это DCP порты. На них сетевые подключения слушаются. Костя. И порты кого? Хаста. Ну, то есть... Той машине, на которой запущены... Все виртуалки, да. Так? На которой запущены все виртуалки. Ну, то есть... Да, да, да. То есть, смотрите, каждая виртуалка в такой настройке выступает как приложение, которое слушает на этом порту. Сама виртуалка. Потому что там у нас... Там нас ждет консоль. Вот, смотрите, сейчас покажу. SS это socket stack. L это лист. T это DCP. P это написать имя приложения, только руту дает. N это номер порта, сделать ньюмерик, чтобы вот здесь вот были только номера. Видите? 23.00, 23.03. У нас запущены две машинки. Вы пишете, это же broadcast? Что? Все на них вы пишете? Да, 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 это broadcast. Нет, это не broadcast. Это значит, что он слушает на всех интерфейсах. Вот. Ну вот. Соответственно, вот у нас есть две машинки. Одна такой порт, другая сякой порт. Вот если мы сейчас ее остановим, вот эту, которую, например, и назвать, да? Остановим ее. Ой, нет, так не надо. Вот, тоже нет. Сейчас, а почему? Там же должна быть кнопочка. Ну хорошо, давайте прямо из нее остановим. Вот такая должна быть кнопочка. Вот мы ее остановили, и теперь у нас на один порт будет меньше. Видите? Вот этого 23.03 больше нет. Каждая такая машина слушает на очередном порту. Если вы не забыли этот порт поменять, то она просто не запустится. Вот и все. Все. Я, кажется, выжил больше времени, чем хотел. Прям больше, больше. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Значит, надо будет присылать в качестве домашки вот этот архив о проделанной работе вот по этому адресу. Обязательно в заголовке, в сабжекте письма должно быть Linux Network 2023, потому что роботы раскладывают в нужную папочку. И обязательно проверьте, что ваш репорт является Тар-архивом, что он не побился, что вы не забыли сделать из Тигрик Роу. Вот это вот все. Все. Вопросы. Если вопросов нет, в следующий раз у нас наконец-то уже сети, интерфейсный уровень, много виртуалочек. Трэш и угар. Все. Всем спасибо.